Привет, друзья! Я сегодня впервые в этом сезоне вырвалась на Волгу. У нас опять оттепель, а и два дня до Нового года. Все порядочные люди готовятся к празднику, а я решила за рыбкой. Туманище, оттепель, как всегда, смена погоды. Я не знаю, какой будет клев, но что-то прям очень чувствуется, что клева не будет. И еще у меня тут такая новость. Я себе наконец-то прикупила костюм поплавок, который не тонет. Теперь буду, как эта в проруби, непотопляемая. Очень страшно ходить по Волге, тем более лед еще очень тонкий. Поэтому я в новом костюмчике. Ну что, на лед посмотрим, что клюет. Кстати, впереди меня Волга. Все в тумане, ничего не видно. Пойдем на ощупь. Сейчас мы находимся в населенном пункте. Он у нас называется Белый Яр. Вот всегда завидовала людям, которые живут на берегу Волги. Это же каждый день можно ходить и рыбачить. Вот почему-то в нашей области, в Ульяновской, всегда лед застывает, в несколько этапов встает. Вот такими торосами выложен путь где-то метров, наверное, 200. Торосняк сплошнейший. Идти тяжело, но идти надо. Служба спасения предупреждает. Выход на лед опасен для вашей жизни. Повторяю. Выход на лед опасен для вашей жизни. Мы собрались на рыбалку, я, Романыч и Мишель. Взяли с насти и в развалку, прямо снежную метель. Тут даже был не так уж долог, ветер дул во все бока. Никакой метеоролог не удержит рыбака. Это кто олёт в тумане? Руки скинув до небес. Это мой сосед в пучине. Вызывайте МЧС. Ну вот так вот под песенку почти бодренько прошла полпути. И устала, конечно. Сами видели, как это тяжело. Но осталось вот ещё чуть-чуть, вот до тех рыбаков дойти. А уже хочется быстрее, быстрее. И так запоздали. Ну и что, сейчас ещё немножко и будем на месте. Смотрите, как застыл лёд. Такими пятачками. Прям так раз, идёшь по ним. Как бегемот по кувшинкам. Так страшно. Да ладно, лёд крепкий. В тростнике я хочу попробовать забуриться сначала. Здесь ближе к берегу обитает в основном окунь. Ну а уже дальше туда, ближе к руслу, там уже судак и окуня чуть поменьше, но всё же есть. Поставила балансир раполовский троечку. Ну пока тишина. Было пару потычек, но какие-то невнятные они. У мужа первый окунь. Ну размеры какие-то средненькие. Клёв вяленький в окуне. Не успеваю его снять. Поймали несколько штук. Хочу вам показать рыбака соседнего. Ну видно, местный такой мужичок ловит на мормышку. Но впервые вижу вот этот метод ловли на мормышку. Пила называется. Вот видите, рукой как будто пилит. Причём он неплохо так удачно ловит. Но я смотрю, на мормышку здесь, конечно, поактивней. Окунь клюёт, балансиры так себе. Ну мужичок виртуоз. Ай, забдил меня, застеснялся. Неудобно дальше снимать его. Вышли мы из тростника. Продолжаю ловить на вот такой вот балансир фирмы Рапало. На него откликался у меня сейчас окунь в тростнике. И сменила удочку. Взяла бескивковую, потому что и с катушкой, потому что глубина здесь уже где-то метров 10. И попадается судак. Поэтому готова к судаку. Но пока пытаюсь ловить окуня. Без торосов приятно. Бурится хорошо. Но видите, сколько воды на льду и такое ощущение, что ты среди промоен. Нет, это не промоены, это просто очень много воды. Снег растаял, вот теперь. И вот такие вот лужи. Окунь отзывается, но на камеру я его заснять никак не могу. Потому что клев слабый и рыбка редкая. Рыба-ягла волжская. Она сдохла. Сашка, она шевелится немножко. Смотри, она шевелится. А что ж она в лунке не уплывает? А в лунке торчит и не уплывает. Смотри, шевелится немножко. Ну вот такой вот улов у меня получился в этом месте. Скромный, конечно. Судачки незачетные, но простят меня друзья рыбаки, этих двух я взяла. Потому что они у меня первые в этом сезоне. А окунь такой хорошенький, волжский. Вот такой вот улов с волжских просторов. Хорошие окушки, незачетные судаки, ну и еще пять окуней, которые были в тростнике. Так что ушица получится хорошая. Клев слабый, но выездом я довольна, так как это был первый выезд в этом сезоне. Так что думаю, свою рыбу я еще найду. Вот такая вот была рыбалка. До новых встреч, друзья. Пока-пока. сезон. Редактор субтитров, 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 субтитров,